На КАМАЗе новые модели в тоннелях, пазмеке и между кеглей. Сегодня прошел конкурс профмастерства для водителей КАМАЗа на Кубок предприятия 2021 года. Больше двух десятков сотрудников семи подразделений автогигантов встретились на картодроме имени Олега Кухаренко. На всех одна машина и одна трасса. И лучшим станет также один. За маневрами на КАМАЗе поколение К5 наблюдала моя коллега Виктория Евсеева. На грузовике поколение К5 по трассе К5. В этом году элементы для водителей сделали именно в форме этих буквы и цифры. Состояла она из тоннельного коридора, заднего хода, передачи кольца, не выходя из кабины и не только. Кто-то из участников впервые сел за руль новой модели, другие уже ездят на ней ежедневно. Здорово, классная машина, понравилась. Теговитая такая, комфортная. Проехался, ну, считаю, нормально, ничего не сбил. По времени посмотришь, как будет. Конечно, непривычно, я немножко на другой машине работаю. Сложно сейчас со своими эмоциями исправиться, волнениями. А так все, как говорится, рабочие движения. При работе такой же ездим на автомобиле. Новая модель КАМАЗа 54901 на коробке автомат. Поэтому многие, не привыкнув к скорости и габаритам, сбивали препятствия задним ходом. В этом году участие в соревнованиях принимает 21 КАМАЗовицы. Примечательно, что только 4 из них опытные участники по одному или два раза. Остальные 17 дебютанты. Самый старший участник 52-го года рождения, а самому младшему 21 год. Это опыт, очень хороший опыт для меня. Я молодой, я на таких машинах еще не ездил. Интересно попробовать на самом деле. Опыта у меня немного, но постараемся. Многие вот у нас, ну не многие, часть, пока ездят на механике. Здесь автомат, двигатель другой, ну маневрец другая. Здесь уже комфорт больше, чем допустим КА-3, который вот у нас до сих пор пока еще используется на технологии. Выберут лучшего водителя КАМАЗа по самой быстрой скорости прохождения дистанции, итогом теоретического испытания и баллом за сбитые кегли. Виктория Ефсеева, Радиганеев, Челны, 24.